всем привет всем здрасте ребята вы на канале герасим шерп и сегодня мы поедем пробовать наш новый девайс это дрон гладиус мини подводный дрон мы все делаем для того чтобы вам кадры были вот такие суперские ну что ж поехали смотрим теперь из-под воды а все ребята сейчас будем штурмовать въезд на карьер он теоретически закрыт практически мы его сейчас будем объезжать и и и и и Ну что ж, я пошел по старинке, не увидел, кстати, немножечко наклона в канаве и приложился об дерево. Надо учиться, надо понимать новые габариты и делать на это запас. С первой нас царапиной. Ого, как мы обновились. Накладку здесь какую-то делай. Воза хорошая, прозрачная. Ну что ж, мы приехали вот к маленькому такому прудику. Водичка прозрачная, даже нам видно, что-то вам, наверное, не будет видно, потому что у нас нет на камере полярика. Ну все равно видно, что прозрачная вода. Сейчас мы запустим здесь дрон. Головастиков-то сколько? Рассмотрим с вами головастиков, пошугаем тут. Может сказать, всякого увидим. В принципе, этот вот дрон будет у нас используется для разведки. Обычно как ситуация происходит? Ты приехал на какой-то незнакомый пруд, опа, у берега подошел, вау, прозрак есть. Все, все переодеваются, одеваются, намыливаются, снарядились, зашли на 2 метра глубины, все, прозрака нет. Темнота. Потеряли час времени на то, чтобы собраться, одеться, переодеться и полчаса на то, чтобы раздеться, все сложить, сырое, мокрое, покидать и с обломным настроением ехать на следующий водоем. Тут мы просто за 10 минут выбрасываем дрона, проверяем, есть ли рыба, проверяем, есть ли прозрак, проверяем, какие недалеко глубины. То есть, ну вообще, флору-фауну смотрим водоема и принимаем решение, лезть нам туда или не лезть. Давайте это сейчас и посмотрим. Ну вот ситуация. Мы приехали на незнакомый водоем и посмотрим, есть ли тут рыба и имеет ли смысл сюда залазить с подводным ружьем. Либо копать что-то. Так, это у нас принимающая передающая станция. Тут у нас сам дрон. Достаем. О, как ты запечатался. Хорошо. Тут еще как-то что-то собирается. Сейчас посмотрим, как тут это собирается. Вот так. Сейчас посмотрим, войдет ли планшет наш сюда. Да, входит планшет. Все замечательно. Подключаем теперь кабель. Одна сторона свободная к дрону подключается. Где она? Сейчас мы найдем. Вот эта вот сторона подключается. Она, видите, под концом. Она подключается к станции. Вторая часть, которая свободно и может разматываться, цепляется за дрон. И плотно закручивается, хорошо закручивается. Эта часть у нас будет под водой. Пойдемте, днесем это поближе к воде. Пойдемте, днесем это поближе к воде. Ну и сбросим побольше шнура, чтобы на первое время нам его сразу же хватило. Вот так. Я уже вижу подводное царствие. Миша уже царствие видит. Что это за... была молотинка такая. Слушай, ну негуманно ты с ним. Ну, понятно. О, да что мы это самое. Нам же запись надо включить. Во! Да, я вижу теперь. Ну, головастики поплыли. Классно. 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 Посмотри, видишь, на дно он смотрит. Угу. Все как раз то, что нам надо. Вот, раз, раз, раз. Опа, вот он еще на дно направился. Видишь? Видишь, он на дно смотрит постоянно. И поплыли. А, он головастики. Волови. Головастики. Головастики. Волоси. Волоси. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok А пока мы едем, я дам вам один мудрый, а главное бесплатный совет. Не покупайте вездеход SHERP, пока не побывали на сайте gerasimshERP.ru и не узнали всех преимуществ и бонусов, что мы дарим вам при покупке вездехода по нашему промокоду. Это и обучение управлению вездехода в автономных выездах с нашей командой. Это проверенные временем вещи, которые мы ставим на свои машины. Это маленькие вездеходные секреты. Мы 4 года за рычагами в поле. Это помощь в подборе вездехода и его тюнинга, а также персональные тест-драйвы на вездеходах SHERP. Мы не продаем с глянцевых проспектов. Мы проверили на себе то, в чем поможем разобраться вам. Герасим SHERP